МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа о главных новостях Чувашии прямо сейчас в студии Ольга Алексеева. Многоэтажка неожиданно оказалась на краю пропасти и готова в нее свалиться. Кому звонить, когда может поехать не только крыша, но и балконы, и двери. В гостях у сказки или как не взбеситься? Почему жители деревень в нескольких районах республики взялись считать цыплят, не дожидаясь осени? Хочу все знать, но не могу. Сколько информации может запомнить человек и как ухаживать за мозгом? Советы от светлых умов. 20 июля в 3 часа утра в селе Красноармейское сгорел автобус. Следственные органы уже выяснили, что это был поджог и очень удивились, когда стало понятно, что пироманы – трое подростков. В считанные минуты локализовали и затушили этот пожар. Причина второго пожара 20 числа – детская шалость с огнем. Дети установлены виновные в этом пожаре. С ними ведутся профильская работа как со стороны госпожанодзора, так и со стороны инспекции по делам несовершеннолетних. Примечательно, что в тот вечер пожарные Красноармейского района выезжали тушить продуктовый магазин. Когда он был потушен, в него, предположительно, забрались те же подростки, которые позже запалили автобус. Сейчас семьям юных поджигателей заинтересовались органы опеки. В школах и детских садах Чебоксар продолжается капитальный ремонт. Начальник городского управления образования Дмитрий Захаров проверил, как продвигаются работы в школе номер 31. Во встрече приняли участие и родители. Напомню, в текущем году обновятся 11 детских садов, семь школ и два лагеря. На эти цели государство выделило свише 771 миллиона рублей. Покрасить, починить, где-то что-то заменить. По мелочи, все, что видела эта школа. С 1966 года, как построили, капитального ремонта здесь не было. Износило здание на 62%. Теперь же из старого здесь останутся только стены. Сегодня с инспекцией родительский комитет. Сегодня пришли посмотреть, как проходит ремонт в нашей школе. Долго ждали ремонта нашей школы. И каждый день следим в интернете за ремонтом, за продвижением, как работают строители, как проходит ремонт. Народу много, строителей много. Очень устраивает. Надеюсь, что в ближайшем, в скором, в ближайшем будущем наши дети сядут за парты, за обновленные классы, в обновленную школу. На ремонт этого учреждения выделено почти 112 миллионов рублей. На сегодняшний день половина работ подрядчикам выполнена. Заменили крышу, обновили систему отопления, водопровод. Установили новую электропроводку. Сейчас ведутся внутренние работы. Благоустроят и территорию школы, площадку для мини-футбола. Пока все идет согласно графику. Работы должны быть завершены до 1 ноября. Первую четверть ребята проведут в другом здании или дистанционно. На сегодняшний момент рассматривалось как дистанционное обучение. Но почти по всем школам на сегодняшний момент мы рассмотрели разные возможности задействования близлежащих образовательных объектов. Это и республиканского подчинения. Для того, чтобы наши школьники, в первую очередь, это первые классы 9, 10 и 11 были охвачены очной формой обучения. К слову, в администрациях уже отремонтированных школ и Чуварского госуниверситета готовы приютить учеников из 31-й. Екатерина Шиверова, Алексей Зотиков, Игорь Зверев, Республика. Национальная телерадиокомпания «Чуваши» вместе с Центром управления регионом теперь помогают ремонтировать крыши многоквартирных домов. Так, вчера мы рассказали про проблемы дома 80 по улице Гражданской, где после капитального ремонта начала промокать крыша, кровля пошла пузырями. Уже сегодня неожиданно разбираться на место приехали подрядчик и представитель фонда капитального ремонта. Хотя до этого жители дома не могли их дозваться. Репортера Татьяну Трофимову звать вообще не пришлось. Она следит за судьбой этого дома. Ей слово. Лужа стоит. Здесь такого не должно быть. Она должна стекать. То есть здесь либо уклона нету, и покрытие положено не по направлению воды, она мешает. Вода не стекает, лужа есть. Она будет замерзать при зиме. И потом ковер разорвет. Поэтому этого не должно быть. Надо будет переделывать. Посмотрите, распишитесь. Жалобы жителей многоквартирного дома наконец-то зафиксировал фонд капитального ремонта. Но и наша телекамера. Почему такое могло вообще произойти? Причину не могу сказать. Скорее всего, бригада была не специализированная. Ковер уложен. В местах стока воды. Не по направлению заклеена кровля. И много заплаток. Сейчас будут все полностью скрывать. Как по мгновению волшебной палочки, то есть микрофона с логотипом национального телевидения, подрядчик чуть ли не тут же оказался готов приступить к ремонту новой крыши. И смета, и материалы, и рабочие. Все оказалось на готове. Повозиться, конечно, придется, но ничего страшного. Ответственно утверждает ответственный. До конца сентября обещает закончить работы, хоть и с Божьей помощью. Говорят же, что люди уже до этого к вам обращались. Обращались и исправляли. Как исправляли? Вырезали, вот заплатки ставили. А так можно делать? Ну, по сути, так нельзя. Ну, сейчас будем выяснять все, снимать заново, переделывать. А вот сейчас жители жалуются, что вот эти шумят, очень плохо закреплены. Что насчет этого? Закреплять будем. Сильные ветра были сейчас. Потому что из-за этого будем закреплять. А если бы слетело вот это, что вообще, какие последствия? Дай бог, что не слетело. Все осталось на месте. Будем исправляться. Каждый раз после дождя на крыше дома номер 80 по улице Гражданской скапливаются вот такие лужи воды. Из-за ошибки подрядчика во время капитального ремонта. Теперь компании за свой счет придется устранить свои же ошибки. Подрядчик полностью снимет мягкое покрытие и уложит новый технониколь. И жители надеются, что в этот раз он прослужит долго. А наша съемочная группа будет следить за развитием событий. Татьяна Трофимова, Андрей Шоклев, Республика. Рожденный ползать, вернее сползать. А враг на улице Смирнова после каждого дождя грозит поглотить многоэтажку. Жители говорят, что уже второй месяц пишут обращения во все инстанции, управляющие компанией, управление ЖКХ района, администрацию города. Где-то письмо должно отлежаться, где-то пройти согласование, где-то его еще не получили. Но с текстом воззвания знакомы. Теперь время жители измеряют метрами. Их осталось всего полтора до того, как дом сползет в бездну. Татьяна Молокова вооружилась линейкой вместо секундомера. Прогноз погоды для жителей дома номер 7 по Смирново как приговор. Парковка провалилась, дом пока держится. Хотя стены трещат. Яма находится непосредственно в метре от дома. То есть, соответственно, подмывание, постоянные дожди подмывают фундамент данного дома, который имеют трещины уже. То есть, он находится, как вы видите, на углу оврага. Никто не реагирует и не заделывает. Здесь гуляют дети. Звонок на прямую линию главе администрации. Сити-менеджер не успел положить трубку, как к прорве потянулись грузовики. Битый кирпич, мешки с мусором. Местные решили везут в соседние стройки. Взялись засыпать, чем ни попадя. Это не только не решит проблемы, это прямое издевательство над нами. Разве можно так делать? Вот эти вот мешки, а что в мешках? Здесь должен быть песок, здесь должен быть щебень. Здесь должен быть, наверное, скорее всего, эта же дорога. Здесь, наверное, должен быть битв. Вместо того, чтобы взять, здесь что нужно? Привезти щебень. Привезти то, что по технологии полагается. Мы просто хотим уточнить. По технологии, скажите, соблюдается? То есть вы хотите сказать, что мешки мусорные? Это не мусорные, а с боем специально укладываются вниз, чтобы не было протечки в следующий раз. Сейчас, на сегодняшний день, песок засыпается, будет проливка песка, уплотнение его. В дальнейшем будет укладка этой же плитки. Проливка дождем? Нет, нет, подъедет специально специализированная машина и будет проливать. После обильных ливней видим, что происходит на Западе, в Европе, в городе Чубоксары. Так же, как и многие города, конечно, не оборудован ливневой канализацией. И не рассчитан под обильные осадки. Поэтому нам приходится руководствоваться тем, что есть. И после осадков мы имеющейся техникой выбираем недостатки и приводим территорию в порядок. Битум, бетон и асфальт сюда укладывать нельзя, объясняет представитель администрации. Под землей проходит газовая труба. Тем временем телефон горячей линии раскалился. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, Алексей Олегович. Звонили из разных районов. Ремонт в подъезде, разбитая дорога. Здесь мусор, там грязь. Качели заскрепели, продавцы обнаглели. Все к главе. На все ответ. По форме и по закону. Татьяна Молокова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев. Республика. Ростом ценность жильев серьезно обеспокоены в Центробанке страны. Регулятор связывает это с возросшим спросом на так называемые длинные кредиты и с расширением списка участников программ льготной ипотеки. В Чувашии изменение цен на жилье, особенно в новостройках, остается в рамках коридора, определенного правительством и экспертами. При этом покупатели говорят о неоправданно завышенном ценнике на жилье. Татьяна Трофимова встретилась с теми, кто отважился взять ипотечный кредит. Вот она моя квартира. Прихожая. Это зал. Черновая отделка, правда, здесь. Но зато своя. Наталья Алексеева совсем скоро переедет в эту квартиру с двумя детьми. Ее мечта наконец-то сбылась. Она жила с родителями и всегда искала возможности приобрести свою крышу над головой. Случайно узнала о программе субсидирования первоначального взноса от ипотечной корпорации. И больше не раздумывала ни секунды. Очень сложно накопить на первоначальный взнос сертификат. Мне очень помог внести первоначальный взнос по ипотеке. Мне ипотечная корпорация предоставила 426 тысяч. В этом году около 300 семей могут получить единовременную субсидию на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита. В рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской республики выделено 555 миллионов рублей на развитие ипотечных жилищных кредитов. В рамках федеральной льготной ипотеки республика взяла на себя обязательство помочь семьям заплатить первоначальный взнос. В рамках этой программы, соответственно, мы помогаем людям не копить первоначальный взнос, он обычно 15% составляет, а именно за граждан заплатить этот первоначальный взнос за счет бюджетных средств. Эту программу мы запустили весной этого года. В апреле были приняты соответствующие нормативно-правовые акты. В начале июня мы привели конкурсный отбор кредитных организаций, которые являются оператором реализации данной программы. Их у нас сегодня четыре. Это ипотечные корпорации Чувашской республики, Сбербанк, Росвельхозбанк и Промсвязьбанк. Правительство поддерживает не только тех, кто покупает, но и тех, кто строит. Застройщикам выделяют средства на инженерную инфраструктуру в новых микрорайонах. Региону на эти цели за четыре года выделят в общей сложности 505 миллионов рублей. Татьяна Трофимова, Бахтияр Вилиев, Юрий Марков, Республика. За границей нам не поможет, но учиться надо. Чувашские предприниматели начали изучать схемы работы маркетплейсов, по сути, интернет-супермаркетов. Сегодня семинар в Центре экспортной поддержки. Начали с АЗОВ, создание личного кабинета, подбор хэштегов, по сути, ключевых слов, которые не позволят затеряться среди миллионов других торговцев со всего света. Спикер круглого стола, специалист по международному маркетингу и продажам Александр Пономарев. По его словам, маркетплейс – одна из самых удобных торговых площадок, тем более в период массовых ограничений из-за пандемии коронавируса. Сейчас в Европе более 60 торговых интернет-площадок. У каждой свои правила, но принцип работы, по сути, один и тот же. Семинары – очень полезная штука для нас, экспортеров, потому что на семинарах мы узнаем что-то новое, какие-то основы экспортной деятельности, какие-то нюансы. Мы заслушиваем различных представителей из других стран. Изменения происходят постоянно и в законодательстве, и в каких-то бухгалтерских вопросах, финансовых отчетах. Таможня тоже периодически что-то присылает, какие-то новые постановления о документах, об оформлении. Ну и в целом вообще знать невозможно все, особенно по экспорту. Всегда существуют какие-то подводные камни, которые вот и Центр эксподдержки нас консультирует по этим вопросам, и это очень полезно. При этом в 2020 году внешнеторговый оборот Чувашии составил почти 540 миллионов долларов, из которых около 250 миллионов приходится на экспорт. Причем, несмотря на пандемию, поставки товаров из республики по сравнению с 2019 годом выросли на четверть. В Центре экспортной поддержки рассчитывают увеличить и количество предприятий, работающих с зарубежными рынками. Для этого в конце июля в Чебоксарах стартует школа экспортера. Список желающих участвовать в выборах депутатов Государственного совета полнится. Сегодня документы на выдвижение в республиканский парламент подала Социалистическая партия «Справедливая Россия. Патриоты за правду». По единому избирательному округу специалисты выдвинули список из 56 кандидатов. По одномандатным округам 22. Возглавили первую тройку депутат Государственной думы Игорь Маляков, депутат Госсовета Сергей Семенов и политик Владислав Солдатов. Документы на регистрацию списка кандидатов в депутаты республиканского парламента по единому избирательному округу сегодня предоставило региональное отделение ЛДПР. Соколы Жириновского со времени выдвижения уже открыли специальный избирательный счет, собрали пакет необходимых документов. Теперь в течение 10 дней Центр избирком должен принять решение о регистрации. ЦИК принимает документы от партии на выдвижение и регистрацию в Госсовет Чувашии до 30 июля. Пять политических партий участвуют без сбора подписей. Остальным партиям придется собрать подписи в среднем не менее 4,5 тысяч подписей для регистрации. До 50% необходимого количества подписей можно будет собрать через портал Госслуг. Это такая возможность. Она есть как для партий, так и для кандидатов, которые идут по одномандатным округам, в том числе и для самого движения. Сегодня в Чувашию поступили более 1 миллиона 800 тысяч специальных марок, произведенных на фабрике «Газнак». Их наклеят на избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы. Марки должны гарантировать защиту документа от подделок. Кроме того, на бюллетене будут тангирная сетка и микрошрифт. Также на каждом бюллетене должны быть подписи двух членов участковой комиссии с правом решающего голоса и печать. Если хотя бы одного из этих элементов не досчитаются, то бюллетень не будет учитываться при подсчете. Чувашия сегодня прощается с Леонидом Шимином, видным партийным и государственным деятелем. Решительный, мудрый, ответственный. Именно таким его запомнят друзья и коллеги. Леонид Аркадьевич ушел из жизни 20 июля. До 74-го дня рождения он не дожил чуть больше месяца. Сегодня с ним простились в траурном зале городской и ритуальной службы. Я с удовлетворением хожу по улицам города сейчас, общаюсь с людьми. Никто не даст соврать, что город развивается, город хорошеет, город поднимается на новую высоту. Леонид Шимин более 50 лет трудился на благо Чувашии. Он старался сделать все возможное для того, чтобы улучшить жизнь людей в регионе. Журналисты нашей телекомпании часто с ним встречались на съемках и говорят, что записывать с ним интервью было исключительно легко и приятно. Он всегда знал, о чем говорит. Готов был к неудобным вопросам и никогда не уходил от ответа. Вообще все, кому посчастливилось с ним работать, ценили в нем профессионализм и жгучее желание полностью отдаваться любимому делу. С Леонид Аркадьевичем мне посчастливилось поработать в последние его годы жизни. Он руководил, он был председателем Союза пенсионеров России в Чувашской республике. Мы собирались, обсуждали, какие вопросы беспокоят старшее поколение, как можно улучшить жизнь. Леонид Аркадьевич очень заботливый человек. Мы очень восхищались его делами, его организацией, как он это мог делать на общественных началах. Он был очень безотказным человеком. Я очень много и часто училась у него вот этой мудрости управления. То, что как он умело расставлял важные дела, приоритеты. И причем не просто говорил, что это надо. Он впрекался в эту работу и отдавал себя до конца, до капельки. А мы продолжаем выпуск. Кто не спрятался, я не виноват. С таким настроением лисы приходят в деревню Чувашии в поисках еды. А желание поесть у них бешеное, в прямом смысле слова. Нападают на людей, на скот и на домашнюю птицу. Цыплят за полтора месяца до осени Анна Центовская посчитала. Вроде возле родного дома, а как в дикой Чащобе. На жительницу Ядрина напала рыжая и совсем не по сказочному бесстыжие. А нападения напоминают фотографии и следы от уколов. Лисо, которое укусило женщину, поймали с помощью детей. Уничтожили и отравили в Республиканскую цивилизационную лабораторию для установления диагноза. Диагноз, надеюсь, что все подтвердился. Теперь в Ядринском городском поселении карантин. И если все будет хорошо, то отменят его только 7 сентября. Эти кадры уже из Яльчиковского района. Жители бьют тревогу. За июль пострадало 6 хозяйств. Рыжие охотницы убивают кур, гусей и уток. Только за последний день в одном хозяйстве пало 10 птичьих голов. В Яльчиковском районе в 53 населенных пунктах на сходах граждан проводится разъяснительная работа с населением по недопущению распространения лисей. Не прикармливать, не привечать. Всеми силами защищать домашнюю живность. Эксперты говорят, что такое поведение лисиц вполне объяснимо. По сути дела, это естественное явление в биологии. Потому что сейчас уже появилось новое потомство – лисята. И они начинают осваивать новые территории. Поэтому жители республики как раз и видят их большое количество. И какими бы ни были милыми лисята и взрослые лисники на первый взгляд, не стоит забывать, как опасно бешенство. Анна Центовская, Георгий Кривошейн, Республика. 22 июля планета отмечает Всемирный день мозга. Каждый год Всемирная организация здравоохранения к этой дате публикует статьи о самых последних данных, которые удается получить ученым, изучающим самый неизученный орган живых организмов. Может ли ум на самом деле зайти за разум или заплыть жирком? И можно ли сладким чаем выкормить гения? Всего 2% изучено. Говорят, но это неправда. Всего 10% задействовано. Он в любом случае мощнее самого мощного компьютера в мире. Мозг человека. Загадка, которую пока не смог разгадать ни один мозг. Ни электронный, ни человеческий. Как и сколько он всего помнит? Число попыток понять не помнит уже никто. Вот пятилетний чебоксарец Лёва. Взял и запомнил всю карту мира. Как образовалась столица Австралии и как она называется? Камбера. Раньше спорили, спорили, кто хотел стать столицей. Мельбурн или Ситней. Ага. Они спорили, спорили и не дали им столицы. А построили новый город Камбера. Уникальные способности Лёвы скрыты в полутора килограммах серого вещества. Понять, как вообще этот орган работает, тем более, что это просто кусок жира, пытаются уже много столетий ученые всего мира. Ответа нет. Но ведь работает и помнит, хотя иногда забывает. С самого начала, как только человек родился, значит, начинаем заниматься памятью. Тренируем память, да. Запоминаем, развиваем ее. В процессе общения, да, человек, он заживет в обществе, взаимодействия, взаимоотношения в семье, в социальных каких-то, в социальных структурах. Как мозг запоминает и обрабатывает информацию, как вдруг выдает данные, с которыми встретился буквально мельком. Уму непостижимо. Но самые светлые умы все-таки знают, что делать для сохранения памяти. Чтение, вслух очень хорошо, да. Значит, игры всевозможные, математические какие-то, разгадывание кроссвордов, судоков. Сейчас актуально электронные всевозможные игры, да, на компьютерах. Оказалось, в вопросе здоровья мозга силен любой прохожий. У каждого ведь есть свой мозг. Я судокую, например, отгадываю каждый день. Читаю, в интернете все время что-то, какую-то информацию новую ищу. Рукоделием занимаюсь каждый день. Штишки учить, не знаю, читать побольше. Глицин пьем, лекарство такое для улучшения памяти. А так читаем книги, читать стихи надо учить. 84 года. В нашей стране средний возраст тех, чьему мозгу нужна помощь врача. Есть заболевания, которые нельзя вылечить. И близкий человек все равно однажды не узнает родных. Не вспомнит своего имени, не сможет назвать адреса, где живет. Деменция, скажут доктора. Старческий маразм, скажут обыватели. Но даже потеряв ясность мысли, близкий человек останется близким. Хоть и немного другим. Все как всегда. Кому-то душно, а кто-то мерзнет. Соломонова решение нашел один из водителей маршрутного автобуса в Чебоксарах. На ходу он открыл дверь, чтобы обеспечить в салоне вентиляцию. Сотрудники ГИБДД оценили находчивость водителя. Правда, по статье 12 кодекса об административных правонарушениях. И выписали штраф в 500 рублей. Пассажиры заступились за перевозчика и попросили вообще не наказывать добросердечного водителя. А эти кадры сегодня живо обсуждают в глобальной сети. Снова общественный транспорт и снова скандал. Молчи! Молчи! Мне 44 года! Молчи! Молчи, говорю! Молчи! Буйная дама в неуважительной форме требовала уважения к себе. Она была чрезвычайно возмущена тем, что в маршрутке не нашлось джентльменов, готовых уступить ей место. Когда взбешенную леди попытались призвать к порядку, она начала распускать руки и сообщила, что у нее два сына, которые сию минуту примчатся на черных автомобилях иностранного производства и объяснят всем, как должна относиться к благородной даме. Теперь женщина превратилась в интернет-мем. В сети уже гуляют фотографии, иллюстрирующие продолжение конфликта. На этом у меня все. Я, Ольга Алексеева, прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова